здравствуйте мои хорошие мои любимые территория мукалит муаренсат а мы в лес берем большие ведра огромные корзины сейчас будем косить косой белые под осиновики под березовики вот так вот у нас такие планы бжик-бжик всегда в лес беру одноразовый ножик потому что обязательно если я беру нормальный перочинный мы его потеряем возьмем 33 потеряем поэтому всегда берем пластмассовый и никогда не теряем мама предлагает собой взять хлеба на три дня лекарства на три дня что-то еще хотела воду надо знать точно номер мчс номер мчс потом 112 112 звоните при проблемах спички взяла спички брать руководство как от медведя спасаться надо тоже заучить обязательно заряженную батарею на телефоне это у меня есть даже розетку в кармане вот так что мы полностью все готовы сейчас мы как белых мы сейчас как такие фотографии фейсбуке не знает куда не знает куда мы за час и показывает поле белых грузовик белых но мы сейчас тоже ну чё мы приехали куда-то а где грибы ветер поднимается с одной стороны ветер хорошо потому что нету мух он отгоняет я вам когда-то обещала показать и иван да марью цветы иван чай показала и говорила что в эстонии еще есть иван да мария вот они синенький иван желтенькая мария вот так говорят вот иван да мария не знаю вас есть такие у нас есть такие пошли кристина кристина давай а я там какой-то гриб вижу уже вижу ага вон грибок стоит а вот он белый мне кажется может это поганка подожди кристина не это поган а может это масленок ну-ка масленок на забирай масленок есть сезон открыт сезон объявляем открытым открытый как чё-то у меня опять с речи то шишек много кристины проснулся азарт охотника да вот кто здесь копал правильно вот кто так мог копать кристина это наверное пятачком мог сделать кабан началась наша грибалка чем она закончится не знаю сыроежка какой так а это а вот это уже белый да на это уже беленький хорошенькой ой какой ну к сожалению червивый совсем а здесь-то какие красивые да просто погулять за посмотреть красиво мухоморчики ой какие нарядные ну вот тут там пара сыроежек больше как-то я здесь ничего и не вижу интересно что даже грустно что очень много желтых листьев они всегда как будто обманывают похоже на лисички издалека понятно что это не лисички но почему уже так много желтых листьев не говорите мне что скоро осень а в этом лесу снимать фильм ужас вот здесь за елкой что там такое ужас но как все голову сыроежка какая-то он да что это за грибы такой шаг за грибы я же хочу чтобы было поле чего-нибудь белых но мухоморов я смотрю здесь больше всего но красивые прям украшают издалека видно их не очень тут конечно везде но кое-какие сыроежечки есть молодые соберем на зажарку хватит а так в общем и хожу на и как-то не знаю наверно лес у нас неправильный а мы приехали еще в один лес там накидала я этих самых сыроежек ну не знаю белиберда пока пока белиберда но тут вот вроде маслятки есть посмотрим теперь тут какой здесь лес красивый мух по сути в таком лесу должны быть и белые и лисички отчет ничего и что интересно меня вот смотрю на бруснику прохожу она же по сути должна зреть уже но у нее нету даже соцветий не то что он ягод я даже не вижу чтобы она цвела обычно все усыпано что-то ничего в этом году или так сейчас просто зашла не туда странно сыроежка какая красивая у нее в шляпке кристин смотри водичка из этой вот водички здесь как из кружечки из чашечки пьют птицы муравейник то здесь какой огромный на солнышке то они здесь смотрите как шустренькие какие огромные он такой хочу кристине показать как мы в детстве делали брали вот такие соломинки и втыкали вот прям туда вот этот в муравейник и они облепляли муравьи эту тростиночку потом вытягиваешь муравей муравьё встряхиваешь и кисленькая кисленькая это тростиночка с кристиной покажу а здесь еще в лесу прям красивый на полянке кругленький такой муравейник поляна здесь красивая интересная необычно тем что здесь очень много дубков молодых березки и дубы как-то я обычно дубов здесь не видела в этом районе в таком количестве дубки хорошенькие как кузнечики стрекочут как здесь хорошо пахнет чувствуете как а это зверобой до зверобой полезная трава завариваешь чает говорят что зверобой он от 99 болезней это ежевика или малина я еще вспомнила когда маленькая была без майки шла с леса жарко было и вот эти вот метелочки что на поле я шла и прям пузом по ним как же было хорошо щекотно кристина хохочет я тоже это показала правда у нас уже теперь щекотит колени они живут почему-то так ну да ладно но попробуем эту палочку кристине показать удастся или нет вот теперь мы ее вытаскиваем и стряхиваем от чет не очень нам кисло вытащили мою туса соломинку все и муравьи раньше тоже другие были ну что нечего нам тут собрать честно говоря про грибы мы уже забыли грибов не переезжаем с места на место разные 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 леса вот так вот маслята старые а так чтобы вот зашла и поле белых но вот что что-то мне не попадается такое все эти маслятки такие и все какие-то полусухие красивое место здесь березы березы и очень много изжеванных шишек на земле очень не поверите устали вот тут полазили и устали поскольку он показывал столько собрали больше не собрали на это конечно не грибы это так скорее погулять подышать ребенку показать природа так в общем конечно муравейник было интересно уста что-то я все сухо как-то да мама критически отнеслась к этому лесу все не так все сухо все не то должно быть влажно не влажно короче ерунда вот это все да в общем меня грибы интересуют только на этапе найди собери дальше мне вот это вся эта чистка это ерунда мне вот совсем не хочу фу мне лень хотела вот эти подумала что ты такое мне померещило что это грузди я их собрала чтобы вот просто так вот показать мама говорит вроде сыроежки вот это но ведь у груздей должна быть полная ножка или нет могут быть это грузди или не могут запаха особого никакого нету груздей же запах да вроде пахнет да ну-ка да вроде как-то пахнет вот я не знаю но у него не полая нога вот такой грусть это или нет а поскольку я не знаю мне придется это выкинуть потому что наверно нам не подходит то я боюсь то что я наверно они точно это на выкид конечно сразу но вот выкинула я грузди или нет вот вы мне напишите в комментарии что я выкинула ну а теперь придется чистить никто не не хочет чистить красиво пошла фильмом отказалась теперь я одна должна мучиться она варит картошку насунула две нечищенные картошки в пароварку и говорит она занята никто не хочет чистить никому вот это не интересно а я она одна бедная будет мучиться а ты поможешь потом их съесть в прошлом году еще показывала лайфхак сейчас не на чем показать лисички вот эти вот и вообще вот эта вся грязь но здесь пленку снимаем да здесь не покажешь в общем зубной щеткой лисичку или маленькой щеточкой очень хорошо сметать не ковыряться там ножами но здесь лисичек не даже показать то нечем не на чем смотрите все что я вычистила что у меня вышло и вот это все сыроежки все ну крестине здесь картошечки хватит на зажарку сейчас поджарим для жарки беру грибов беру свою старенькую снова жаровню пара луковиц у меня одна такая вот здесь сейчас не до расходована и в еду обязательно сало вот грибы я жарю на сале его надо будет топить потом жарит лук и грибочки у меня соленое сало соль я снимаю ножом вот нарезаю на небольшие кусочки топлю и ну и потом эти грибы крошим да и все эти каэти я бы мое какой-то эти нас и здесь неплохо вот сало прямо режу тонкими кусочками и в раскаленную жаровне под крышку и она там пока не отдаст все свои сака но вы все знаете как делается а вообще вы знаете сало нарезать тонко-тонко прям но вот совсем прозрачно и рюмочку водки из запотевший стопочки и на язык вот это сало такое чтоб аж просвечивала чтоб аж завивалась такой тоненький не будем отвлекаться потом вот эти все шкварки я выкидываю когда она раз топится остаются вот эти шкварочки кусочки я и все выкидываю а весь этот жир он там плавает вот так я бросала вспомнила нам такой вот запотевшие рюмочки и с таким ледяным салом давали в ресторане тройка такой там был графинчик с водкой запотевший ледяной и вот такие рюмочки и сало которое заливалось вспомнилось что-то там она закрытая крышку малый огонь пусть она там отдают а вот пока лук у нас рамсай у меня это сало всегда есть в заморозке для непредвиденных грибов или графинов в общем всегда есть вдруг что лук произвольно лук мастерский когда будем уезжать в таллинн уже заканчивать дачный сезон сожалению скоро 70 почему-то куда-то внезапно прошло это очень очень странно кончилось быстро вот возьмем с собой муставский лук какой он отлично он просто вот не можешь с молочком выделяется хотелось бы может быть рыба какой-то с собой взять огурчиков из муства стали не таких нет как-то на рынке там они уже не те все не то здесь прямо и они школки они же хрустят сладенький то что здесь участников покупаешь там в таллине на рынке совершенно разные вещи так лук у нас с вами тоже готов когда натопится салом и буду за первым швырным а потом раскрошим руками сыроежки они крошатся быстро вот и все грибы тоже стою уже подготавливаю заранее прямо вот так вот произвольно ничего здесь не выдумываю как есть так есть по накрошу и принципе они ломаются даже сухие мама кричит скоро ли ужин все ждут жареных грибов каждый год надо обязательно султейс как говорится обязательно покушать это масленок был прям так вот шкварки отдали все свое коричневые какие остались теперь это выкидывают многие это не выкидывать стужают и солененькие с пивом ой красота теперь сюда лук все перемешаю чуть обжарим лук жареный на сами представляете себе этот запах от лук до полу готовности теперь сюда грибы и красоту перемешаем и под крышку и будем сходить с ума от этого аромата надеюсь вам он уже передает ну вот по сути готовы готовят тут ничего теперь я добавляю сюда чуть-чуть молочка вот это молоко дает как бы сладость этим этому соусу или этим грибочкам но вот совсем немножко и немного сметаны ну может быть столовую ложечку совсем немножко теперь положу сметанки все это перемешаю и это невероятно вкусная невероятно и на одну маленькую картошечку вот ложечка такого соуса лесные грибы насобирали мы с вами простые мало ну зато они как говорится наши но вот и все можно выключать попробую можем но невероятно почему это так вкусно так что мы идем снимать пробу могу объедение вот так нажарили и знаете все как это говорят эстонцы и су он то есть то есть удовлетворились тем что вот это вот немножечко дух вот этот был как картошки там ну совсем чуть-чуть сметанки все ну типа того что знаете галочку поставили потому что грибалка наша как-то с вами так вот так я собираю грибы и грибы я собираю тоже не умею вы спрашивали еще вот хорошо сейчас успела пока не монтирую успела прочитать ваш вопрос какие ягоды да есть пока вот я собираю в лесу было чтобы я вам рассказал вот сейчас рассказываю у нас что растет у нас растет черника голубика в лесу есть земляника подосень брусника клюква малина лесная ежевика бабушка когда-то в детстве собирал еще морожку я вообще даже никогда не видела как она растет она такая желтенькая морожка вот и наверное все вот эти ягодки у нас до из голубики делают говорят даже вино голубика она почти похоже на чернику немножко светлее и из нее даже вино делают тоже варенье вкусное хорошее вот а я обычно варю бруснику и клюкву замораживаю бруснику тоже могу заморозить а из брусники у меня вообще целая там набор всяких варений даже салатов на рождество на эстонское рождество у нас пахло салат к рождественским колбаска идет салат из брусники бруснику варила в прошлом году у меня очень много роликов на эту тему значит как варила с гвоздикой с розмарином как соус к мясу как соу как салат вот на рождество потом с яблоками ну знаете да и потом классические когда просто брусник и вот кстати вот классическая брусника мне понравилось больше всего именно это варенье я кладу в рогалики когда дело может быть кто-нибудь смотрел на канале или делал кто-то из вас делал рогалики очень получается вкусно именно с брусничным вареньем потому что тесто сладкое а вот рогалики тесто рогаликов сладкое а вот варенье чуть-чуть кисленькая брусника но это просто отпад в общем как то вот так сейчас вспоминаю больше вроде нас ничего не растет если чего вспомню еще скажу а сейчас с вами прощаюсь подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки не забывайте всем светлого доброго хорошего тот кто идет в лес отличного улова на всем остальным просто хорошего настроения и солнышко в душе пока пока